хуба привет с вами доктор влад ну я вчера намаялся мы вчера женой ролик записали но она рассказывает там про свою жизнь про свое детство совки ну как я обещал да все-таки я ее раскрутил даже там про смерть сталина и так далее ну все хорошо вроде записали я нажимаю на кнопку выключить она не выключается и она все по очереди нажимая но не выключается но потом просто выключил этот звукозаписывающий свой аппарат да вот перегнал файл нормально перегнал файл а он у меня не открывается я его попробовал открыть и поправить ничего не получается потом нашел как значит с помощью господи как уж это прям программа то называется значит с помощью программа ауда сити как его открыть значит я его открыл попробовал сохранить но у меня получилось такое фуфло в общем звук есть что интересно все понятно но там шум вот ну ладно это я в конце слушайте давайте сначала новости потому что новости сами по себе тоже оглушительные первой новостью вы наверно знаете уже ушел из жизни протеерей в севолод чаплин скончался известный священник общественный деятель автор и ведущий программ на тв радио протеерей всеволод чаплин посидел покушал попил чайку взял да помер опа вот это да пост председателя сыноидального отдела какого-то вот да чаплин накануне почувствовал себя хорошо вот чувствовал себя хорошо а потом взял вдруг внезапно и помер чё-то мне это непонятно но вот у умер короче дядечка и еще тоже не хуже как не лучше как говорится коби брайант погиб в авиакатастрофе это известный футболист пятикратный чемпион нба насколько я понимаю игрок лос-анджелес лейтер знаменитый погиб при крушении вертолета в калифорнии якобы там был туман вот на борту вместе с спортсменом находилась одна из его дочерей 13-летний джанна мария товарищ девочки по команде с отцом и пилот но это причем не первый раз он так ее вез на тренировку то он 18 раз участвовал в матче звезд становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и так далее в общем в списти самых результативных бастетболистов в истории nba бренд занимал третье место вот это да у него осталась жена ванесса и три дочери наталья бьянка и новорожденной капли ему был 41 год вот такие дела ребята даже трамп выразил соболезнований связи со смертью коби брайанта ребят это легендарная совершенно личностями в америке вот вот такое дело чеси так газета ru мне опять не открывается ну и к черту а там знаете что было германии остались недовольны победа и российских фигуристок на чемпионате европы и нам говорил что они там весь пьедестал заняли а немцы говорят что они катались из рук он плохо на накупили опять не знаю не знаю ничего не могу сказать российский самолет приготовился к посадке за сообщение о бомбе лайнер летел по маршруту хабаровск москва неизвестность сообщила взрывном устройстве пилот принял решение в экстренной посадки настоящий момент самолет возвращается в аэропорт вылета то есть это вот вот на его борту находится 250 человек и дальше все таки он сел все благополучно но в общем не известно что там было а он находился вот когда сигнал тревоги он подал находился на высоте 10 тысяч метров ну ладно немножко отвлекитесь в сша объявлено о строительстве нового завода мясо из пробирки ну как если кто смотрит сериал элементарно там это подробно разбирается холмс называл его шмясо в русском переводе вот да мясо из стволовых клеток массовый продукт выпуск продукции всегда снижает и себестоимость снова появится у нас магазинах теперь шмясо интересно он еще не хватало мать брошенных шереметьево детей найдено короче папаша до 41-летний отец виктор гаврилов оставил двоих мальчиков 6 8 лет в терминале аэропорта шереметьево это было 26 января сегодня 27 вчера при этом также прилагала записка в которой мужчина указал что в данный момент у него нет средств чтобы содержать детей однако позже он готов забрать мальчиков кроме того он оставил все документы на детей а также школьные дневники и копию своего паспорта нифига себе ребята это называется одним словом отчаяние отчаяние это ужас так опять газета ru не открывается но лучше бы она совсем не открывалась потому что здесь новости мать постирала младенца в стиральной машине под свердловском короче она должна была родить и якобы по версии газета ru там все спали отец спал еще там были дети у нее тоже спали она родила а потом постирала в стиральной машине сказал что он родился мертвым ребят ну вы поняли да новый коронавирус постепенно захватывает мир только за последние сутки количество зараженных увеличилось на треть сейчас их уже более двух тысяч 800 как сообщает агентство reuters одна из крупнейших сетей питания бы объявила о закрытии ресторанов по всему китаю чтобы сдержать устранение десяти жертв тысячи зараженных треть из них только за последние сутки могут еще больше ускориться темпы в китае проводится тотальная дезинфекция с экранов мониторов людей призывают не спускаться в метро без масок и тщательно мыть руки за прошедшую неделю выявлены десятки случаев заражения коронавирусом по всему миру это какой-то кошмар отменяют путевки в китай и так далее крупнейший в китае туристическое агентство ситрип запустила программу бесплатного отказа от поездок возвращаются китайские русские туристы из китая что-то какой-то какой-то мрак еще не легче время от времени про дальний восток упоминаю а тут бах бах дальневосточные дальневосточные лесопромышленники предупредили мишустина но это новый пример да и что-то они упросят что-то моратории на повышение экспортной пошлины бла-бла-бла короче я тут почитал смысл знаете какой от бизнесменов требует вести деревообработку но якобы чтобы подороже было да вот а китайцы на самом деле смотрите при этом запилу материалы на производство которых планировала перейти предприятие китайцы покупатели предлагать китайские покупатели предлагают ту же цену что и просто за кругляк и он не выгодно это самый пилить то да ну какая разница ты распилил работу произвел а цена такая же что и на кругляк и в общем там непонятно с китайцами на дальнем востоке и в сибири что-то непонятно они захватывают ребята россии короче и то же самое на месте жуткого дтп в приморье произошла новая неприятность какое-то место на месте жуткой дорожной аварии в приморье произошла новая неприятность там столкнули два автомобиля один человек серьезно пострадал то же самое место уже уже несколько раз в том же самом месте горит бабка нашептала что ли в лдва сок с какой-то шоссе вот и каждый день бьются машины непонятно и опять в приморье популярный продукт оказался опасным для здоровья короче какое-то импортное сладкое сливочное масло там значит бактерий в 300 раз больше чем ну чем полагается в 300 раз ничего пельмей что-то здесь никто ребята чем-то с дальним востоком не то творится ну вот еще я зашел на эхо москвы там тоже ужасы некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018 году иностранное финансирование значит они иноагенты государственный телеканал рт раша туды и агентство тасс а также интерфакс и некоторые телеканалы в частности матч тв нтв плюс получали иностранное финансирование 2018 году и чё они тоже это вредители что ли там еще с эхо москвы погиб человек которого я не могу представить неживым василий уткин я думал он вот об этом а протеерей не он знаете про баскетболиста это такой прям не крылоку написал погиб человек которого не могу представить неживым он был совершенством абсолютным телесным совершенством игравшим баскетбол который был создан для него я говорю о кубе у коби брайан супер атлет машина ничего правильно они отменили и груда в америке отменили игры как можно играть в такой день андрей ларионов пишет статья с очень емким названием грете низом это про грета вот про это да грета тунберг в чем самая главная проблема с гретой тунберг не только в том что болезненная синдрома не вполне здоровой девочки побудили ее родители активно применять такой способ их смягчения как максимально публичная демонстрация широкой общественности ну и так далее не только в том что ребенка еще с еще не сформировавшимся мышлением взрослой дяди и тети регулярно в последние годы вытаскивают на трибуны важнейших международных национальных организаций и так далее главное главное где тут главная проблема с гретой тунберг в том что ее популяризируемая через ее выступление идеологии гретинизма гретинизм да почти кретинизм принципиально отличается от предыдущих версий гретинизм является качестве новой идеологии открыты нацеленные на прекращение экономического роста то есть она предлагает вообще в ноль понимаете в ноль значит не не скапывать полезные ископаемые хотя человечество от вот этих из ископаемых топлива получает 85 процентов энергии немедленный полный отказ от ископаемого топлива навязываемые гретинистами если бы такой отказ действительно бы случился означал бы планетарно-экономический коллапс невиданных масштабов да то есть она вообще вот чтобы не было совсем вот этой нефти этого газа и так далее вы представляете да да мрак а вот вот это вот тоже цеха москву густой туман мог стать причиной крушение вертолета со знаменитым баскетболистом коби брайан там но я помню где то было да да жительница омска из религиозных сообщений из религиозных соображений отказывалась лечить дочь с крайней степени истощения в 14 лет девочка весила всего 25 килограмм девочку госпитализировали после вмешательства полиции прокуратуры кошмар а ну еще вот леонид млечен выступил тоже очень такой популярный известный дядечка кому мы обязаны смертельным вирусом и как его победить вырвавшийся из это видео мы коротенько просто до вырвавшийся из китая вирус который марширует по планете вселяет страх и справедливо определенном смысле от вирусов нет спасения самый страшный вирус напал на человечество сто лет назад тогда погибли десятки миллионов человек это испанка но история показывает способ защититься есть но если вам интересно послушайте ролик посмотрите леонида млечена кому мы обязаны смертельным вирусом как его победить так у меня с новостями все ребят и я даже не знаю я сейчас наверное кусочек маленький кусочек поставлю чем у меня получилось с этим роликом да вот и поставлю внизу ссылку на свой сайт а на сайте я выложу ссылочку я пожалуй закину этот ролик к себе на вот необработанный ролик я закину к себе на сайт и вы посылки можете его скачать он сразу не открывается но я говорю я его открыл вот этой вот дурацкой программой аудио сити аудио сити что ли она называется вот в интернете полно как вылечить такой вот сбойный файл да ребят если что-то получится вам буду очень благодарен попробуйте а пока но я его не буду пока вытаскивать на это самое на платный канал потому что но он ну в принципе слушать можно да но там я говорю там уровень шума ужасно у меня получился уровень шума просто кошмарный попробуйте поиграйте если у кого-то получится вот пришлите мне тогда ссылочку я вас отблагодарю вы заодно послушайте если вы и не платный подписчик вы заодно и послушайте что там целиком вот ну ролик будет вашем распоряжении вот ну а пока потом посмотрим может быть я еще немножко с ним поборюсь может быть из этого что-то получится смотрите вот этот вот кусочек а внизу будет ссылка пока пока на утро видите как вот у нас сегодня с вами доктор влад я уже забыла как жилось в советском союзе как страшный сон я благодарю богу за то что я попала сюда и ругаю бога за то что он не родиться в советском союзе они сразу здесь ну бога ругать нельзя ладно все что не делается все к лучшему ну как жилось советском союзе вы знаете как там жилось после военного времени вот но вы были маленькие мы этого не ощущали что тогда были какие-то продуктовые карточки пойти и мы не доедали мы голодали поэтому у нас у всех плохие зубы потому что нам не хватало ни витаминов ни минералов вообще ничего ну чем-то родители кормили чем я не знаю не могу сказать не могу припомнить потому что я была маленькая я себя начал помнить примерно с 5 лет